В Москве Хамас. Ройзман высказался об участиях в выборах. Депутаты хотят ограничить выдачу материнского капитала для возрастных мам. Это воздух. Новости на Ходорковский лайв. Меня зовут Елена Малаховская. Прямо сейчас обзор главных событий к этому часу. Делегация Хамаса прибыла с визитом в Москву. Об этом сообщает МИД России. Ранее государственные СМИ писали, что во главе делегации будет член политбюро Хамаса Абу Марзук. Напомню, что в России движение не запрещено и не признано террористическим, как в большинстве западных стран. В марте 2018 года Абу Марзук уже бывал с визитом в Москве во время очередного обострения в секторе газа. Тогда он провел переговоры со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым. Депутаты Госдумы хотят изменить программу материнского капитала при ее продлении после 2026 года. Они предлагают ограничить выдачу выплаты на первенца матерям возрастом до 25-30 лет или перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка. Об этом сообщают известия со ссылкой на первого зампреда Комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяну Буцкую. По мнению депутатов, такие меры могут стимулировать снижающиеся последние годы рождаемость в стране. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался участвовать в президентских выборах 2024 года в качестве единого кандидата от оппозиции. Цитирую. Меня спрашивают, собираюсь ли я идти на президентские выборы в 2024 году. Отвечаю, я хочу быть частным человеком, делать то, что я умею и то, что я люблю, жить в своей стране и не иметь ничего общего с этой властью. Конец цитаты. Эти слова привел Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале. Ранее лауреат Нобелевской премии мира и экс-главред Новой газеты Дмитрий Муратов также четко объяснил свою позицию. Он сказал, что пытаться баллотироваться в президенты России не в его интересах. Ажиотаж вокруг темы возник, когда политик Алексей Навальный включил Ройзмана и Муратова в список возможных единых кандидатов от оппозиции. При этом Навальный отметил, что лично поддержал бы в таком качестве обоих и предложил всем, кто находится в оппозиции к действующей власти, пройти составленный им опрос. Евгения Беркович рассказала об ухудшающемся состоянии своих детей. Сегодня суд в очередной раз отклонил апелляцию режиссерки по изменению меры пресечения. Беркович просила назначить себе любой вариант, кроме СИЗО, домашний арест или запрет определенных действий. Дальше цитата. «Я умоляю, у обеих девочек происходит регресс. Не буду уточнять в открытом заседании, но это есть в материалах дела. У них за эти полгода произошли сильнейшие психологические срывы. Да, из родных пока никто не умер, а это может случиться». Конец цитаты. Судья оставил Беркович в СИЗО. Марину Овсянникову лишили родительских прав. Соответствующее решение вынес Щербинский районный суд Москвы. Заседание прошло в закрытом режиме. У Овсянниковой двое детей. 17-летний сын Кирилла и 11-летняя дочь Арина, которая вместе с матерью находится за границей. В августе с требованием лишить экс-сотрудницу Первого канала родительских прав в суд обратился ее бывший муж, сотрудник «Раша Тудэй» Игорь Овсянников. Он утверждает, что журналистка похитила девочку и вывезла ее в Европу без его ведома. В октябре 2022 года суд частично ограничил Овсянникова в родительских правах и вынес решение о том, что ее дочь Арина должна проживать у отца. Журналистку также обязали выплачивать мужу алименты, однако она покинула территорию России. СМИ писали, что сын Овсянниковой Кирилл, как и его отец, дал показания против журналистки. Экс-супруг Овсянниковой утверждал, что Марина якобы мешала готовиться сыну к экзаменам и давила на него, чтобы он не поступал в российский вуз. В России впервые предъявили обвинение в госизмене из-за криптовалютных переводов на нужды ВСУ. Обвиняемый житель Хабаровского края Андрей Вечирко. Как полагает ФСБ, он отправлял переводы на нужды ВСУ с помощью криптовалюты. Вечирко находится под арестом в СИЗО Лефортово. Об аресте жителя Хабаровского края, тогда его фамилия не называлась, стало известно в июне. Как тогда сообщали в ФСБ, он с помощью криптовалютных инструментов переводил личные денежные средства через третьих лиц, которые проживают на территории Украины, на счет зарубежного благотворительного фонда. Потом на эти деньги, по данным спецслужбы, покупались беспилотники, боеприпасы и медицинское оборудование для ВСУ. Во Владивостоке военные затолкали в багажник забухавшего, это цитата, сослуживца. Видео снял случайный прохожий в среду 25 октября во дворе одной из многоэтажек. Внешне все напоминало похищение. Мужчину силой запихали в багажник и увезли в неизвестном направлении. Перед этим его избили в коридоре рядом с дверью квартиры. Позже выяснилось, что главный герой там доброволец Илья, который недавно подписал контракт с Минобороны, чтобы поехать воевать в Украину. Его отпустили домой на побывку, но он к назначенному сроку не вернулся в расположение части. По всей видимости, забухал, сообщают местные СМИ. Власти в четвертый раз подряд не согласовали возвращение имен акцию у Соловецкого камня. Возвращение имен гражданская акция в память о жертвах политических репрессий, которую с 2007 года организует Международное правозащитное общество «Мемориал». В этом году акцию у Соловецкого камня в очередной раз не согласовали власти Москвы из-за эпидемиологической обстановки и запрета на проведение публичных мероприятий. Сотрудники мемориала отметили, что получили отказ от московских властей 30 сентября, в тот же день, когда на Красной площади прошел митинг-концерт в честь годовщины аннексии украинских территорий. И все же жители Москвы смогут принять участие в акциях памяти, но не у Соловецкого камня. Такая возможность есть и у жителей других городов России, а еще акция пройдет в Армении, Грузии, Латвии, Турции, Украине, Литве, Казахстане и других странах. Даже если возвращение имен не запланировано в вашем городе, можно выбрать любое символическое место, связанное с репрессиями, собраться небольшой группой и зачитать имена погибших. Впрочем, все равно делайте это с осторожностью, и мы никого не призываем собирать даже небольшие акции. Это все новости, которые я собиралась с вами обсудить. И, пожалуйста, попрошу, не уходите от нас без лайка и подписывайтесь на Ходорковский лайв, если почему-то до сих пор этого не сделали. Скоро увидимся. Продолжение следует...